На телеканале Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Ко дню защиты детей в Центральном парке города Видное подготовили праздничную программу. С праздником! С праздником! С праздником! Сотрудники Видновского перинатального центра отметили день рождения учреждения. Из всех наших перинатальных семицентров, которые спалывают в Московской области, именно Видновский перинатальный центр занимает всегда призовые места. Фестиваль «Мир распахнутых сердец» прошел в Видновском дворце культуры. Нам нужно совместно педагогам и родителям приложить максимум усилий, чтобы детство наших детей было счастливым. В Центральном парке города Видное ко дню защиты детей подготовили большую развлекательную программу. Для юных посетителей были организованы конкурсы, эстафеты, мастер-классы и праздничный концерт. Подробнее о мероприятии расскажет наш корреспондент Наталья Буслаева. Настроение веселое, погода по-настоящему летняя и солнечная, как и сам праздник – День защиты детей, светлый и теплый. В Центральном парке города Видное 1 июня виновников торжества ждала насыщенная развлекательная программа. У нас в парке сегодня запланирована большая флешмоб-программа, конкурс рисунка на асфальте, ну и, конечно, большой концерт, где дети поздравляют своих коллег, детей. И все счастливы, радуются, куча призов, подарков. Все просто будут сегодня ликовать. Ребят встречали настоящие пираты. Сказочные герои подготовили танцевальные конкурсы, загадки и спортивные соревнования. Анастасия и Максим выступили ведущими развлекательной программы. Рассказывают, что ответственно готовились к празднику почти месяц. Это очень веселый праздник, когда для детей готовят праздники, делают им хорошо, им весело. Я буду детей, если я люблю стесняться, подбадывать, помогать другим пиратам. Для меня это праздник очень главный, важный точнее, потому что, ну, это я считаю, что это очень правильный праздник, потому что детей всегда нужно защищать. И все-таки взрослые в ответе за детей. Мероприятие продолжилось традиционным конкурсом рисунков на асфальте. Юные художники очень старались, аккуратно раскрашивая свои произведения. И серая площадка постепенно превращалась в разноцветный ковер с желтыми солнышками, яркими цветами и фантастическими бабочками. Нарисовал гибриолет, бабочку, елку и солнце. Нарисовал траву и небо. Я нарисовал корпус для моего корабля, корабль и цветочек. Мастер-классы и интерактивные программы привлекали мальчиков и девочек всех возрастов. Как рассказала директор видновских парков Ольга Батрак, летом жители округа ждет еще много интересных мероприятий. Конечно, у нас сейчас мы увеличим количество мероприятий в соответствии со стандартом и с желанием наших жителей. У нас на парковых территориях в неделю будет проводиться 68 мероприятий. Это и спортивные, и творческие, и образовательные мероприятия. Поэтому ждем, ждем всех с удовольствием рад видеть в наших парках. Музыкальные коллективы муниципалитета подарили посетителям парка праздничный концерт. Детство – это просто особое время, которое необходимо сохранить и попытаться как-то ребенку в этот момент дать все, что только можно, самое хорошее и самое доброе. То есть привить его, любить природу, любить жизнь, любить родителей. Не меньше детей радовались празднику и их родителям. Очень понравился праздник, выступление. И очень благодарна за то, что дали такую возможность детям поучаствовать в творчестве. Очень здорово. Отличный праздник. Благодарим за наших детей, что такое устроили, весело. В этот день никто не скучал. Каждый ребенок нашел что-то интересное на празднике. Танцы понравились, еще и обновления. Чтобы все любили своих детей, чтобы все их защищали. С праздником! С праздником! С праздником! Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Сотрудники Видновского перинатального центра отметили 9-летие со дня открытия учреждения. В этот день центр посетили высокие гости, для которых визит стал не только поводом поздравить коллектив врачей, но и возможность обсудить проблемы, с которыми сталкиваются медики. Что, впрочем, не испортило праздничного настроения. Мы стараемся с первого дня, чтобы детки находились именно с мамой, и мотивировать их на то, что без нее так не получится. Для первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой и главы Ленинского округа Алексея Спаскова рабочий визит в Видновский перинатальный центр начался с экскурсии. В 2017 году учреждению было передано новое здание, в котором разместилось отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных. Полтора килограмма, сегодня два месяца малышу ровно. День рождения. Мы вас поздравляем, что вы растете таким красавчиком-блондином. Практически со дня основания в 2013 году Видновский перинатальный центр имеет репутацию одного из лучших профильных медицинских учреждений, что в очередной раз отметила председатель правительства Московской области Светлана Стригункова. Качество помощи здесь, конечно, на очень высоком уровне. Не зря у нас из всех наших перинатальных семи центров, которые спал в Московской области, именно Видновский перинатальный центр занимает всегда призовые места в всероссийском конкурсе. Гости приняли участие в торжественной выписке, не важном для родителей. Жительница поселка Володарского Вероника Руденко имеет возможность сегодня обнять своего ребенка благодаря профессиональной работе сотрудников центра. Мы родились недоношенными 4 апреля весом 1,8 кг. А сейчас мы уже набрали 2,3 кг, и поэтому нас выписывают. Отношение персонала и врачей мне очень понравилось. Нахождение матери с ребенком очень удобное. А на улице уже начался праздник, посвященный как 9-летию центра, так и Дню защиты детей. Работу медиков отметили памятными дипломами и благодарственными письмами. Одним из самых трогательных моментов стало вручение символичных медалей детям, которых выходили сотрудники центра. Ряков Михаил Антонович, вес приорудения, 800 грамм. Ура! Поздравляю, дорогой господин. Смотрите, шарик дает. Шарик возьмешь? Впрочем, праздничные мероприятия не помешали высоким гостям обсудить с руководством перинатального центра возросшую нагрузку на учреждения. В Ленинском городском округе идет активное строительство новых микрорайонов. И количество жителей увеличивается. Понятно, что нужно строить по-хорошему отдельный новый корпус современный. Понятно, что стоит это очень-очень приличных денег. Но, тем не менее, договорили, что после завершения сегодняшних мероприятий проведем еще рабочее такое совещание и выработаем дорожную карту. Несмотря на трудности, руководство центра смотрит в будущее с оптимизмом и ищет варианты решения нынешних и будущих проблем. Каждый год рожаем больше 6 тысяч детей. Это раз. И мы с нетерпением ждем в ближайшую неделю, может быть, 10 дней рождения 55-тысячного ребеночка. Мы сейчас проведем анкетирование, наверное, среди пациенток насчет ранней выписки. Когда им хочется дома оказаться вместе с ребенком, через 12 часов после родов, через 48, через 72 или позже. Посмотрим, что скажут на это женщины. Чем больше рожаем, тем быстрее выписываем, как вариант. Сейчас в центре работают более 450 сотрудников, среди которых 101 врач. Благодаря усилиям этих людей, многие маленькие граждане Ленинского городского округа получили возможность вести полноценную жизнь. С праздником! Максим Козлов, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ. Фестиваль «Мир распахнутых сердец» прошел в Видновском дворце культуры. Мероприятие проводят уже в 18-й раз. Традиционно 1 июня на масштабный праздник собрались дошколята из разных детских садов Ленинского городского округа. Тема фестиваля – национальности России. Поэтому гостей праздника встречают девушки в народных костюмах, задорные частушки и традиционные угощения. Второй этаж дворца культуры пестрит нарядами Кавказа, севера и юга страны. Педагоги и учащиеся групп раннего развития Лопатинской школы представили культуру казачества. «Надо сказать, сейчас танится, мы гостям всегда рады. Вот и семечки намолотили, и орешки собрали, и яички у нас курочки нанесли. Все готово. А теперь можно и повеселиться, с детьми поиграть. Ну и крово, и хлеб, да соль, конечно, вам». Дошколята из детского сада «Лукоморье» решили погрузиться в традиции Дагестана. Родители и воспитатели приготовили для гостей национальные угощения, а ребята даже выучили для праздника кавказский танец. Рассказывают, рады, что наконец наступило лето. «Я буду летом играть мяч и кататься на Америку. А я буду летом кататься на роликах и на самоказах». Воспитанники и педагоги сада «Ивушка» вдохновились культурой Бурятии настолько, что даже выучили народные песни на этом непростом языке и возвели рядом со своим стендом мини-версию юрты. «Юрта» буряты, как правило, кочевой народ, и они всю свою жизнь находились теперь. Им нужно было жилище, которое легко собирается и разбирается. «Дошколята» Ленинского городского округа представили на фестивале не только национальные стенды, но и творческие номера. В концерте в честь Дня защиты детей приняли участие ребята из 13 садов. Танцы и песни в рамках темы фестиваля «Народные». Дошколята Видновского художественно-технического лицея на сцене рассказали о традиционных русских узорах – кжеле и хохломе, а после сплясали под звуки балалайки. «Мне очень нравится. Было, конечно, страшно, непривычно, как мой первый раз на сцене, но было классно очень». «Мне очень понравилось выступать на сцене, хоть я чуть-чуть побаивалась, но я выступила». Поздравила с праздником детства дошколята их родителей начальник управления образования администрации Ленинского городского округа Наталья Киселева. «Международный день защиты детей – это возможность напомнить нам, взрослым, как важно, чтобы каждый ребенок рос в любви, в гармонии, в заботе. И, конечно же, нам нужно совместно, педагогам и родителям, приложить максимум усилий, чтобы детство наших детей было счастливым». Всего в фестивале «Мир распахнутых сердец» приняли участие почти две сотни дошкольников Ленинского городского округа. Олеся Попова, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Праздник детства сегодня отметили и в Видновском доме ребенка. Мероприятие для ребят подготовили представители торгово-промышленной палаты Ленинского городского округа. Шарики, мыльные пузыри, анимация. О том, как гостей встретили воспитанники учреждения, расскажет Юлия Погосян. Рыбком и хвостиками под руки. Специалисты отмечают, количество сирот в детских домах по всей стране сокращается. Это результат социальной политики государства. Развивается институт приемных семей. Например, в Видновском доме ребенка на сегодняшний день всего 16 воспитанников. Поэтому функционал дома ребенка уже направлен не только на детей, оставшиеся без попечения, но и на детей родительские, потому что дом ребенка имеет прекрасную реабилитационную базу именно для детей в возрасте от 0 до 5. В зависимости от заболевания, от того, неврологическая, психоневрологическая патология, двигательные нарушения, психические или речевые, то в зависимости от этого у нас от месяца до полутора-двух месяцев дети проходят лечение в круглосуточном стационаре и на дневной стационаре. И для всех этих ребят в День защиты детей члены торгово-промышленной палаты и муниципалитеты организовали веселый праздник. Аниматоры развлекали малышей, пускали мыльные пузыри и дарили воздушные шары. Большое счастье наблюдать за такими глазами, искрящимися просто детей от счастья. Им действительно очень понравилась программа «Мыльные пузыри», шоу. Хочется, конечно, чтобы такой праздник у деток был почаще. Вспоминали о них не только 1 июня. Надеюсь, что с нашей помощью это будет так. Представители торгово-промышленной палаты с Видновским домом ребенка сотрудничают не первый год. Всячески стараются помогать детям как материально, так и морально. В свое время высаживали ели, строили детские площадки. Сегодня мы подарили большое количество книг детских для детишек. Организовали праздничную программу. Праздник детства сегодня предприниматели подарили и воспитанникам детского сада «Ромашка». Малышам, имеющим проблемы со зрением, владелица салона оптики Ирина Олейник подарила очки. Хочу поздравить каждого ребенка, пожелать ему мирного неба, счастливого детства. Мне очень приятно, что именно сегодня в детском садике номер 39 «Ромашка» подарили подарки, которые очень важны для здоровья каждого ребенка. Первый день лета дети Ленинского городского округа встретили с улыбкой на лице. Хорошему настроению благоволила солнечная погода. Юлия Погасян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, ВиднетВ. Воспитанники дошкольного отделения Видновского художественно-технического лицея стали участниками очередного выпуска проекта «Стихи живут». Ребята прочитали стихотворение о любимом всеми мальчишками и девчонками времени года. Поэзию лета слушала наш корреспондент Галина Житкова. Наступление лета в дошкольном отделении Видновского художественно-технического лицея очень ждали. Уже сегодня на спортивных и прогулочных площадках зазвенит задорный детский смех воспитанников лагеря «Бригантина». В планах июньской оздоровительной кампании – разнообразная культурная программа. 160 детей будет у нас. Вы видели нашу территорию прекрасную, зеленую. Готовимся. И дети готовятся, ждут с нетерпением. Лето любят, да? Лето любят. Заботы воспитанников подготовительной к школе группы хватает. Надо правильно припарковать игрушечный транспорт, рассказать лучшей подруге о новых нарядах, нагулять аппетит перед обедом и, конечно, обсудить планы на лето. Летом я приезжаю к бабушке на дачу, и там я собираю клубники, яблоки ем. Рыгать на батуте. Помогать грядке. Поливать или полоть? Поливать. Веселиться. Летом дошколята с удовольствием посещают историко-культурный центр и участвуют в разных праздниках, что предлагают уже ставшие верными друзьями взрослые. Для прочтения в очередном выпуске проекта «Стихи живут» взяли пропитанные теплом, солнцем и сладким вкусом ягод струки Татьяны Боковой. Сколько солнца, сколько света, сколько зелени кругом. Что же это? Это лето. Наконец спешит к нам в дом. Певчик, птиц, разноголосия, свежий запах, сочных трав, в поле спелые колоськи и грибы в тени дубрав. Сколько вкусных, сладких ягод на поляночке в лесу. Вот наемся я и на год витаминов запасу. Накупаюсь волей в речке, волей буду загорать. И на бабушкиной печке сколько хочешь буду спать. Сколько солнца, сколько света, как прекрасен летний зной. Вот бы сделать так, чтобы лето было целый год со мной. Это уже 36-й выпуск проекта. По мнению автора, его отличает особое звучание. И участие ребят, что в сентябре станут первоклашками, добавляют правильные ноты в общее многоголосие. Я просто счастлива всякий раз, когда звучат стихи. А когда стихи звучат из детских уст, это особенная радость. Потому что эта радость внушает мне надежду, что дети, подрастая, все-таки научатся отличать графоманские какие-то проявления, которые очень часто встречаются в нашей жизни, от истинной поэзии. Кто станет участником следующей программы, пока неизвестно. Эта тайна будет раскрыта непосредственно перед съемками. Но уже сегодня понятно. Это будут прекрасные строки, которые снова напомнят всем, о том, что стихи живут повсюду. Галина Житкова, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. В студии для вас работал Максим Козлов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова